И сегодня у нас маёвка, 1 мая. Поздравляю всех с наступившей уже точно весной. И сегодня оставайтесь со мной. Будем вместе проводить время за городом. Смотрите, девчонки, какой у меня лак. Все же она красила ногти. Это Rimmel, вот этот 60 секунд. Новый такой цвет. Это был из новинки, вот последний сейчас. Весенние два цвета у них вышли. Я вам показала как-то в видеопокупках. В общем, что хочу сказать. Нравится только кисточка, а вот само качество лака нет. Вообще такой цвет, конечно, смотрится такой холодновато-голубой на ногтях. А в баночке изначально он в другой. Конечно, это огромная разница. Уже заметила, не первым лаком я так попадаю. В общем, покупаю одно, а на самом деле другое. Наверное, не буду больше брать эти лаки. Ну, в принципе, вроде бы так неплохо. Артем! Артем! Ты что там пилишь? Ух ты! Какая у тебя пила! Ой-ой-ой! 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 В бутылку, девчонки, я хожу сейчас, делаю дела и пью через каждые, не знаю, на полчаса точно стакана выпиваю. Субтитры добавил мальчик. Осторожней. Осторожней. Вот ты, Илюшка. Вот такая вкуснятина у нас готовится. Как вкусно. Шашлычок. Как же в майские праздники без шашлычка. А, там вкусные. Девчонки, смотрите, какая красота. Смотрю на речку и просто балдею. Так хочется побыстрее лета. Чтобы купаться уже. Не знаю, там хочется сейчас окунуться. Конечно, речка не очень такая здесь широкая, но на самом деле очень длинная. Вчера, конечно, со мной такой случай был, кошмар. Прихожу домой. Представляете, у меня дома потоп. Я просто в таком ужасе. У меня все плавает. Очень как получилось. Я стояла в центральную машину дома работать. Получилось, что она стирала, и в итоге там вырвался шланг. Епта, холодная вода вся хлистала 3 часа на. Залилу соседей до первого этажа. Мы живем на четвертом. Это просто был шок. Я не знаю, что там берутся соседи, потому что мы снимаем эту квартиру, и получается, что у нас там самих там все плавает. Вздыбилось там, блин, ну, лёг, вздыбилось все. Просто это ужас. В общем, там по деревянным с этим разбираться. Но, слава богу, что-то еще было не горячего на некий поток. Конечно, там краны перекрыли внизу в подвале. Просто соседи дали панику, там и вызвали аварийку. В общем, полный кошмар. Нет, все же спор на велике. Это классно. Что там считать шаги, когда можно сердце разрабатывать вообще на велике, кататься с тем, что не будет. Конечно же, у меня не упадает. Редко такие случаи, когда я, например, могу спокойно покататься. Кто-то-то. Привет, я спотела. Сейчас я отдохну. Улица, кстати, сегодня так, я бы сказала, в то же время и тепло. Но все равно, знаете, такая погода, как будто бы, ну, ветер холодный. Вот, какой-то северный. Не знаю, я не вернусь, если завтра будет сверху. Вот. Сейчас у нас, в принципе, с тема еще. Леса. Не зеленая еще. Вообще серая, мрачная. Хочу сказать вам, вчера прикол, так тоже смеялась. Ну, хожу, собираю вот эту вот воду всю, которая растекла. Вдруг звонок в дверь. Вот. Стоит мой сосед. Мужик. Год их 62. Ну, такой в самом цыку. Ну, да, если он как бы не какой-то андряхот старичок, да? Стоит этот сосед, он живет через стенку за нами. Рядом. С левой стороны. И так смешно. Он все время, когда храпит, чтобы он не делал, нам все слышно. Ну, я как-то все время смеялась так громко. Ну, может, видать, об этом говорила, и он все, что все это я слышу, все, что он там делает, даже самые такие интимные вещи. И я, значит, открываю дверь, вот он стоит и говорит мне, предлагает пройти, посмотреть его розетку, решить проблему. Что же с этой розеткой сделать? Мне кажется, вроде и смешной, и злая, и не до этого. Но я его послала куда подальше, конечно. Он так еще, главное, не дает мне, главное, не хочет, главное, так заканчивает разговор, еще не хочет уходить. Я потом уже так, говорю, слушайте, уходите. Говорю, у меня вообще тут некогда. Говорю, у меня тут поток. Он, да вот, я знаю. Давай, говорит, а у тебя еще дети. Ну ты, говорит, оставь там дома. Пусть они, говорит, побудут. Пойдем со мной вместе. Я, говорит, я покажу эту розетку. Я вообще просто реально ржу. Закрыла, говорю, ну, извинилась. Нет, нет, извините, все, давайте, до свидания. Вообще-то такие юмористы. Поняла, что-то, какой розетки он точно говорил. И смешной, и грешной, конечно. В общем, освещение так меняется, ничего не понять. Вот видите, наш лес, который вот по этой дороге, здесь 3 километра и катаюсь туда-обратно, как есть возможность. Вот. Я приехала, на этом буду блог сегодня заканчивать. Пойду кушать шашлыки. И спасибо огромное, что оставались все в этом видео, девчонки. Постараюсь для вас почаще записывать какие-то новые видео. И всем пока!